Я не хочу ничем, в никаком случае, обидеть своих коллег, которые работали, часть из которых работала очень серьезно над бюджетом и принимала бюджет. Но, мне кажется, что ответ на этот вопрос в очень популярной пословице в народе. Ночью работают только проститутки и воры. Ну и еще... Слушайте, вы обижаете представителей очень многих профессий, я таким образом... Сергей, я знал, что будет такая реакция. Я хотел вступиться, но вы решили подбросить дровища. Но я позволю продолжить, уже переводя шутки реально. Мы не имеем, к сожалению, сегодня в нашей стране правильной практики бюджетного процесса. Я специально изучил практически все бюджетные процессы, всех без исключения цивилизованных стран. Ну, нигде эта вещь не начинается в середине лета или под осенью. Это системная вещь. И бюджет следующего года начинают анализировать, разрабатывать, проектировать, формировать. Иногда даже за два года. Сергей, а где-то есть... За три. А есть страна, где еще депутатов морют бюджетом до пяти утра? Нет таких стран. Нет. Нет. Мы в этом уникальны абсолютно. Поэтому я хочу сказать... Поэтому я хочу сказать следующее. Спасибо Гройсману за то, что впервые за 25 лет это первый премьер-министр, кто бы что ни говорил, сделал такой шаг навстречу парламенту, начав придавать цивилизованности бюджетному процессу и дал возможность для дискуссии. Раз. Второе. Я надеюсь, что премьер Гройсман в следующем году или новый премьер, например, социал-демократической партии, после неочередных выборов начнет, как во всем мире, в цивилизованном мире, бюджетный процесс как минимум за год.